Я поменяла паспорте, дату рождения, поменяла ли я свою судьбу и в какую, в хорошую или плохую, в вашем случае в хорошую. Я родился в 1975 году, но всем я говорю, что я родился в 1971 году. Таким образом я естественным образом обманываю людей. Почему так произошло? В моей жизни это произошло вот по такой причине. Я начал болеть онкологическим заболеванием. И когда я начал болеть онкологическим заболеванием, то терапия, которую проводили мне в медицинских заведениях, она мне не помогала. То есть не улучшалось состояние крови, не уменьшались опухоли и в общем-то я чувствовал себя с каждым разом все хуже и хуже. Ну и уже когда поехал во Львов, а потом в Польшу, то мне львовский врач, одна женщина сказала даже такие слова. Вам ничего не поможет, вы фактически 100% умрете. Я познакомился с человеком, его зовут Николай, и он мне посоветовал поехать к эзотерику, который находится в Индии, астрологу, который бы, по его мнению, мог бы мне помочь изменить мою судьбу. У меня были возможности такие, в общем-то я имел возможность это сделать, и я поехал в Индию, в городе Пандичери. Мне назначили встречу, и я приехал к этому астрологу, он астролог в системе Джойтиш. Он разобрал мою карту и так далее, и после этого сказал мне буквально следующие слова. Как бы и что бы я ни делал, глядя в вашу карту, у вас идет смерть на протяжении следующих четырех лет. Он говорит, вы не жилец, и у вас везде идет окончание жизни. Если не в этом, то в следующем, если не в следующем, то в следующем. И четыре года вы сто процентов умрете. Я говорю, ну я жить хочу, я так далеко к вам ехал. И он мне говорит, если вы хотите, то вы за эти четыре года умрете. Поэтому вы должны начать или должны прям с этого дня постареть. Я говорю, как я это сделаю, с этого дня постареть. Он мне говорит, сделайте себя на четыре года старше. То есть вы с 75-го года сделайте себя 71-го. Я говорю, да, и как это, просто говорите себе, если у вас кто-то будет спрашивать, говорите. А это как раз было в октябре, а в ноябре у меня был день рождения. И в ноябре, когда у меня был день рождения, мои знакомые, друзья и близкие начали меня поздравлять. Я говорю, все, я с этого года больше не отмечаю свое день рождения с 75-го года, а буду отмечать его с 71-го. Мне говорят, ты что, с ума сошел? Я говорю, нет, это мне так вот подсказали. И когда я начал отмечать, а, как он интерпретировал это? Он говорит, если ты четыре года переступишь или перескочнешь, то тогда эти четыре года, как бы, твоей жизни, ты станешь старше, как бы, переедя их. А дальше тебя судьба всю жизнь будет счастливой. Ну и, в общем-то, вот так и произошло, а мне пришлось это пережить. И, вы знаете, мне сто процентов помогло. Мне прям сто процентов помогло. Сейчас начнется Андрей Андреевич, дайте этого человека номер телефона и так далее. Не могу дать, я не знаю его номера телефона. Те люди, которые тогда организовали встречу, сейчас эти люди для меня недоступны. Там люди, с которыми я общался, они вообще уехали, живут сейчас где-то, ни контактов, ничего нет. Поэтому я бы и сам, возможно, хотел бы съездить к такому человеку, но теперь я найти его не могу. Далее, по поводу некоторых храмов и исполнения желаний. Да, есть храм, который называется храмом Терупати в городе, или храмом Баладжи, который находится в городе Терупати. Действительно, если в этом храме подойти и попросить божество черного цвета, чтобы оно исполнило ваше желание, то это желание на сто процентов исполняется. В моей жизни было желание, и я ездил несколько раз к этому храму, а именно два раза. Все два раза оба желания исполнились на сто процентов. Это очень хорошо, знаете. И у меня есть история, одна женщина, которая болела онкологией, поехала, попросила, чтобы она не болела, и ее смогли вылечить.